В связи с тем, что высшее образование переживает сейчас перемены, в этом году изменится ли правило приема абитуриентов в вашем ВУЗе? В этом году правило приема не изменится. 1 марта были приняты правила приема. Сейчас кое-какие небольшие изменения вносятся, но это не связано с переходом от Болонской системы к той обычной системе, к которой мы привыкли. Поэтому каких-то вот таких перемен в этом году мы точно не ждем, их и не будет. Поменяются ли в этом году сроки обучения студентам, в том числе тех, кто только поступает в ВУЗ или закончил первый курс? Так как нормативных документов пока нет, поэтому мы можем делать только предположения. Предположение таково, что все-таки те, кто поступили учиться на бакалавриат, они и закончат с бакалавриатом. Соответственно и те, кто сейчас уже на втором курсе учатся? Да, а тем более те, которые уже сейчас учатся по образовательным программам бакалавриата, специалитета, либо магистратуры, конечно, они будут продолжать свое обучение. А может вообще так случиться, Андрей Михайлович, что при переводе с Болонской системы на новую появится какая-то абсолютно другая система образования? Я думаю, что это и невозможно, и я вижу, что в этом и нет какой-то абсолютной необходимости, я ее просто не вижу. Потому что, ну, скажем так, советская та система образования, которая была, я не вижу нужды возвращаться к той системе, у ней были свои определенные недостатки, были достоинства. Самое главное, что, ну, вот меня как ректора технического университета, конечно, волнует больше образование именно инженерное. И то, что было пять лет, а может быть и даже и больше, у нас и сейчас сохранился специалитет по ряду специальностей, это очень востребованные специальности. И вот этих пяти лет, в принципе, было достаточно для того, чтобы дать хорошее базовое образование. Ну, доучиваются люди всю жизнь. И поэтому я не исключаю, что перейдя на специалитет, ну, и министр об этом говорил, перейдя на специалитет, мы исключим магистратуру. Магистратура – очень хорошее дополнение к специалитету, это появление навыков исследования, которые тоже необходимы в инженерном деле. Поэтому я считаю, что те пять или пять с половиной лет, которые, ну, декларировал наш министр, это очень нормально будет для нас, для инженерного образования. Более того, наши работодатели, работодатели наших выпускников, они постоянно писали обращения, требовали иногда о том, чтобы вернули пятилетнее инженерное образование. Если мы говорим о принципиальном отличии баллонской системы, да, от той, которая будет в ближайшие годы, то какие у них принципиальные отличия, есть ли они? Она, скажем так, принципиально ничем не будет отличаться. Как учили сопромат-инженеры, они так его и будут учить. Как учили материаловедение, без этого не обойдешься. Другое дело, что увеличатся сроки обучения, и мы будем, я надеюсь, очень надеюсь, что мы будем даже в дипломе писать полноценное слово инженер, как вот у меня было инженер-механик. Сейчас нет инженера. Вот. Увеличатся сроки. Надеюсь, что увеличатся объемы практической подготовки, потому что в четыре года мы пытались уложить то, что мы раньше делали в пять лет. Не скажу, что у нас не получалось, потому что все равно в любом случае выпускники политех – это очень востребованные выпускники, они нужны на расхват, тем более сейчас. А если мы добавим хотя бы один год, то мы можем добавить практической подготовки, улучшатся, ну, скажем так, увеличатся объемы курсовых проектов. Надо сказать, что у нас курсовые все проекты, тем более выпускные и квалификационные работы – это всегда решение практических задач. Это не теоретические задачи, это практические задачи и в большей степени по заказу конкретных предприятий. Поэтому, увеличив объемы практической подготовки, ну, мы получим более качественных специалистов. Одно из преимуществ баллонской системы для студентов, я думаю, было то, что они могли после завершения, ну, или во время учебы пойти учиться в зарубежные вузы. И такая возможность предоставлялась всем, кто учился на баллонской системе. Сейчас наши студенты, если мы перейдем на другую систему, смогут учиться в каких-то зарубежных вузах. Вообще будет такая возможность. А мне всегда было интересно. Вот мы вкладываем государственные деньги, да, для того, чтобы в первую очередь обеспечить кадрами свою экономику. А почему мы должны волноваться за экономику других стран? Зачем? Ну, в первую очередь, это для себя мы готовим кадры. И если нам эта система образования удобна, если она востребована, то в первую очередь нужно об этом думать. А о том, возможно ли нашим студентам продолжать обучение за рубежом, ну, например, бакалавриат здесь закончили, а магистратуру пошли туда. Ну, во-первых, надо посмотреть статистику, сколько таковых студентов было. По крайней мере, из нашего вуза, ну, может быть, единицы продолжали такое обучение. Но и здесь даже больше у нас шло не с европейскими странами, а, например, с Китаем. У нас есть совместные образовательные программы, когда наши студенты получают два диплома, имеют возможность продолжать обучение в Китае. Не так давно у нас были представители нашего партнера Доляньского университета Neosoft. И мы поднимали эту тему, как будем дальше развиваться, если мы перейдем, у них у Китая как раз система бакалавр-магистратура. Как быть в этом случае? На что мне было отвечено, ну, до Баломской системы мы же взаимодействовали. Мы найдем возможность пересчитать зачетные единицы или еще каким-то образом. И я не думаю, что это будет являться препятствием для академических обменов. Но еще раз говорю, что вообще-то мы готовим кадры для себя в первую очередь. И, ну, теперешние события показывают, что наши кадры очень востребованы, нужны в первую очередь здесь. А если у кого-то появится необходимость получения образования за рубежом, ну, во-первых, это не так и просто было, это знание языка и так далее и тому подобное, то уж если эти люди хотят, они при любой системе будут иметь эту возможность. Но еще раз повторяю, мы готовим кадры в первую очередь для себя. Спасибо.